Как заставить себя что-то делать? Этот вопрос слышится все чаще, и давайте над ним тогда и поразмыслим. Но в целом, если вы не хотите ничего делать, то, может быть, вам и не стоит ничего делать. Вопрос, почему вы, в принципе, об этом задумались. Если же вы действительно считаете, что что-то делать нужно и не можете собраться, то здесь вам нужен вот такой какой-то внутренний пинок. Этот внутренний пинок появится, если вы способны развернуть в своей голове картину будущего. Если вы сможете представить, что будет происходить дальше, если вы продолжите бездействовать на протяжении ближайших месяцев, а то и лет. Если вы сможете представить негативные события вашего бездействия, то вы почувствуете внутренние силы для того, чтобы что-то делать. Это не хитрое упражнение, но часто хорошо помогает. Думаю, все вы слышали такое словосочетание, как мозговой штурм. Кажется, что это просто эмпирически найденный факт. Но на самом деле в психологии исследовано практически все. Так еще в 70-х годах Хоффман и Хендрик провели очень серьезное исследование, в котором они изучали, насколько эффективно решение тех или иных интеллектуальных задач, если их решает один человек, если их решает три человека, шесть, или, например, двенадцать и пятнадцать в рамках группового взаимодействия. И выяснилось, что если мы работаем в группе, если мы свободно обмениваемся идеями, если мы генерим идеи, и у нас есть разный вход на проблему, то это существенно увеличивает эффективность решения интеллектуальных задач. Поэтому не всегда нужно одному сидеть на задаче, иногда нужно найти товарищей, с которыми ее можно обсудить и увидеть так, как вы ее сами пока не видите. Сделайте три столбца, начиная с конца, где вы есть, что вы имеете и что вы можете с этим делать. Это вы перечисляете. Ну, где вы есть. Да? Ваш социальный статус. Ну, там, у вас есть семья, нет семьи, там, есть дети, нету детей, есть родители, нету родителей, там, и так далее. Профессиональный статус. Где вы есть? У нас есть работа, есть подработки, есть проекты, есть потенциальные проекты, есть предложения какие-то там и так далее. А после этого в процентном соотношении, представьте, сколько процентов из этих возможностей и из этих задач вами используется или вами реализуется. Сколько процентов от идеала вы вкладываете в свои семейные отношения? Сколько процентов от идеала вы вкладываете в свое образование? Если вы постоянно откладываете дела на потом, то вполне возможно, тут три причины этого дела. Первая, вы просто не лаяете собственным временем и не наладили собственные жизненные тайм-менеджменты. Это очень важно сделать. Вторая причина, вы, возможно, боитесь взять на себя ответственность и таким образом находите для себя объяснение, что вы очень заняты, поэтому не можете к делам приступить. И третья причина, вы не проработали план того, что вам надо делать. Вы не знаете первого шага. Пока вы не знаете первого шага для реализации ваших дел и планов, вы не можете их начать делать. Предлагается упражнение, которое вы можете сегодня же произвести дома. А я вообще предлагаю делать его регулярно, которое заставит в том, что самый эффективный способ накопления энергии это ее не тратить. Когда вы просто ложитесь, и дальше ваш мозг, он же не останавливается, он постоянно начинает что-то генерить. И ваша задача, значит, сформировать у себя в голове мощную доминанту, которая будет говорить нет, нет, нет и нет. Значит, он вам предложит, сначала скажет, перевернись. Вы скажете, нет. Потом он скажет, у тебя нос зачесался. Вы скажете, нет. Самое сложное, это заметить, что вас развели в очередной момент. Потому что, по первости, это упражнение не срабатывает, потому что, как я хорошо делаю упражнение, думаете вы, что само по себе уже является нарушением этого упражнения. Потому что вы как раз это думать и не должны. Продолжение следует...